Всем здорова кабаны, с вами Макс Пояснит и в сегодняшнем ролике я хочу рассказать вам 10 потрясающих фактов о кроссовках Air Jordan 1, которых вы точно не знали. И поскольку в нынешний момент эти кроссовки прям максимально популярные, я думаю этот ролик вам точно будет интересен. Но после просмотра данного видеоролика я хочу порекомендовать вам заценить такой же ролик, только про кроссовки Air Force One. Тоже 10 крутых фактов, подсказочка вверху, обязательно зацените. Ну а сейчас возьмите что-нибудь перекусить, чаечко, я не знаю, печенюшек и готовьтесь к просмотру, потому что сразу после рекламы мы начинаем. Что такое Киберпонедельник? Обычно это распродажа техники, которая длится ровно один день. Не густо, согласитесь. Но Letyshops решил исправить эту ситуацию и запустил свой не Киберпонедельник на целых 3 дня, с 25 по 27 число. И распродажа это будет с непростым кэшбэком, а с горящим кэшбэком до 20% в таких магазинах, как Алиэкспресс, Мвидео, Яндекс Маркет, iHerb, Asos и других, со скидками аж до 70%. Я вот лично уже приготовился и выбрал себе новые кроссовочки на Asos, а Letyshops за эту покупку вернет мне горящий кэшбэк. Кто не в курсе, работает это так. Если бы обычно вам вернули 200 рублей с покупки, допустим, на Алиэкспресс, то с двойным кэшбэком вам вернется 400, а с тройным вернете аж 600. И все это реальными рублями, которые можно вывести на карту. Так что не теряйте такую возможность, активируйте горящий кэшбэк на главной странице Letyshops и помните, количество активаций ограничено. На всех может не хватить. Ну что ж, факт номер 1. Кроссовки Air Jordan 1 были созданы тем же человеком, который разработал логотип для бренда Adidas. Питер Мур. Именно так звучит имя дизайнера, создавшего в 1984 году первый экземпляр легендарных единичек. Что примечательно, после того, как Питер Мур уйдет из Nike в 1989 году, он будет работать над созданием нового логотипа для компании Adidas. Поэтому имейте в виду, что всем нам знакомый трилистник Adidas был придуман тем же человеком, который создал самые легендарные кроссовки для бренда Nike. Поэтому раз и навсегда запомните это лицо и имя Питер Мур, ибо этот человек – настоящая легенда. Факт номер 2. Кроссовки Air Jordan 1 создавались специально для баскетболиста Майкла Джордана. Для того, чтобы подписать контракт с талантливым баскетболистом Майклом Джорданом, компания Nike предложила ему весьма выгодные условия. А именно, пятилетний контракт стоимостью в 2,5 миллиона долларов и свои личные именные кроссовки, с продаж которых Джордан, естественно, будет получать процент. И хоть на тот момент Джордану больше импонировал бренд Adidas, он не смог отказаться от столь заманчивого предложения. Контракт с Nike был подписан, и первые Джорданы поступили в массовое производство. И чтобы вы понимали, только за первые два месяца продажи Джориков составили 70 миллионов долларов. И если учесть тот факт, что кроссовки продаются с 1985 года, и то, что все это время они пользуются дикой популярностью, вопросов, почему Майкл Джордан является самым богатым спортсменом в мире, думаю, ни у кого не возникает. На данный момент состояние Майкла Джордана оценивается примерно в 1,7 миллиарда долларов. Эх, Adidas, Adidas, где же вас тогда носило? Факт номер три. Изначально у Джорданов было два варианта названия. Мало кто знает, но помимо всем нам известного названия Air Jordan, существовал еще один вариант. Prime Time. Но вы только представьте, что вместо Air Jordan 1, Air Jordan 2 могло бы быть Prime Time 1, Prime Time 2. Звучит как утреннее шоу, а не название кроссовок. Благо, от этого варианта отказались. Факт номер четыре. Первый логотип Джорданов Питер Мур нарисовал на обычной салфетке. Во время полета в Вашингтон, где Питер Мур должен был встретиться с агентами Майкла Джордана для обсуждения деталей контракта, Питер Мур обратил внимание на форму стюардесс компании United Airlines. На их форме красовался логотип в виде крыльев. Тогда Питер Мур решил, что будет хорошей идеей взять эти крылья за основу и в центре добавить баскетбольный мяч. Собственно, так и появился на свет первый логотип Джорданов. Факт номер пять. NBA запрещали Майклу Джордану выходить на игры в своих кроссовках. Связано это было с тем, что по регламенту лиги, обувь спортсменов должна хотя бы наполовину быть окрашена в белый цвет и сочетаться с формой команды. А поскольку Джордан выходил в красно-черных кроссовках, к нему применялись санкции в виде штрафа на сумму в пять тысяч долларов за каждую игру в несоответствующей обуви. Но компания Nike не увидела в этом каких-то проблем, а напротив, сочла это как отличный маркетинговый ход. Мол, наши кроссовки настолько особенные и читерские, что NBA пришлось запретить Майклу Джордану выходить в них играть. Компания Nike выплачивала каждый штраф, который приходил Майклу за игру в неположенных кроссовках. Но как бы все это круто не звучало, многие источники утверждают о том, что вся эта история с запретами и штрафами лишь грамотный пиар-ход компании Nike. Поэтому верить в эту историю или нет, дело сугубо личное каждого. Факт номер шесть. Самая дорогая пара Джорданов ушла с молотка за 560 тысяч долларов. Пара Air Jordan 1 Chicago, в которой сам Майкл Джордан играл в далеком 85-м году, была продана за 560 тысяч долларов в 2020 году. Тем самым эта пара побила рекорд кроссовок Nike Waffle Racing Flat 1972 года выпуска, которые были проданы за 437 тысяч долларов. Да, это вам не изи-бусты покупать. Факт номер семь. Все новые релизы Джорданов обычно происходят по субботам. Сделано это для того, чтобы дети не прогуливали учебу, простаивая в очередях за новыми номерными. Да, подумаешь, что очередь все равно придется занимать со вторника. Подумаешь там. Факт номер восемь. Миды являются наименее востребованными среди всех единичек. Ни для кого не секрет, что высокая версия жориков является самой уважаемой и востребованной среди сникерхедов. Миды же в свою очередь уважения и звезд с неба, увы, не хватают. И вам, наверное, интересно, а с чем это связано и откуда такой неоправданный хейт. А заключается все в банальном консерватизме. Ибо в те времена, когда сам Майкл Джордан показывал нереальные результаты на корте, он чаще всего выступал именно в высокой версии жориков. Поэтому с тех самых времен так и повелось, что если жорики, то только высокие. Все остальное просто мусор. Но вот в чем ироника, что та самая пара, которую продали на аукционе за 560 тысяч долларов, является версией Мид. Факт номер 9. Майкл Джордан играл в кроссовках разных размеров. На одной ноге у Майкла был кроссовок размера 13 US, а на второй ноге был кроссовок размера 13,5 US. Если перевести это в наши размеры, то получится 46,5-47 соответственно. В принципе, как для баскетболиста, не такой уж и большой у него размер. Ноги. Вон, допустим, у того же Шакила Анила 56 размер ноги. Ему и лыжи порой ни к чему. Факт номер 10. На данный момент первые Джорданы, выпущенные в 85 году, на сток иксе продаются по следующим ценам. За расцветку Чикаго просят 20 тысяч долларов, а за расцветку Брэд 12 тысяч долларов. И прошу заметить, что кроссовки далеко не в самом лучшем состоянии. И, пожалуй, это отличный пример того, насколько же легендарным силуэтом являются первые Джорданы. Ни одни кроссовки в мире не пользовались таким уважением и спросом. Этим кроссовкам уже более 35 лет, но они все еще желанны, и люди готовы платить за них просто бешеные деньги. Вот что значит, хорошо распиаренный в свое время продукт. Безусловно, чтобы добиться такого успеха, нужно было приложить немало усилий талантливых людей. Возможно, где-то зарешало случайность или просто везение, но так или иначе, имеем то, что имеем. Всего один контракт смог изменить все. Сделать компанию Nike лидером рынка, коим она и является по сей день, Майкла Джордана самым богатым спортсменом в мире, а Джорданы самыми популярными и желанными кроссовками. Вот такой вот получилась история. Надеюсь, вы узнали что-то новое и открыли для себя Джорданы с другой стороны. Не просто как обычные кроссы, а как кроссовки с невероятным бэкграундом, похвастаться которым может далеко не каждая пара. Пишите в комментариях, о каких еще кроссовках вы бы хотели услышать 10 интересных фактов. Ну и не забывайте ставить этому ролику лайк и подписываться на мой канал. С вами был Макс Пояснит, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok